Привет всем, меня зовут Игорь Коваленко и сегодня мы поговорим на очень важную тему это тема о смысле жизни в чем заключается смысл жизни и есть ли он вообще наверное каждый из вас задавался этим вопросом о смысле жизни и в основном мы задаемся этим вопросом начиная уже с молодости почему так происходит? потому что нам всем очень с вами интересно понимать для чего мы здесь на земле каждый из нас уже с детства понимает то, что все мы когда-то умрем и это правда, это факт то есть не нужно быть ученым, не нужно быть человеком, который имеет много высших образований для того, чтобы понимать, что все мы с вами умрем и это реальность, которая объединяет всех людей и понимая эту проблематику, всем мы с вами задаемся о чем же смысл жизни, для чего мы здесь живем стоит ли вообще жить и когда мы умрем, что будет дальше что остается после нас и играет ли роль то, что останется после нас либо не играет это никакой роли отвечая на этот вопрос мы должны разобрать с вами в первую очередь нам нужно понять кто мы такие то есть кто мы такие как люди то есть почему мы здесь оказались на земле и как ни странно Библия отвечает на этот вопрос как мы появились здесь на земле то есть первая книга Бытие она показывает, что Бог создал нас из прага земного и дал нам жизнь но дальше повествование идет о том, что человек потерял спасение то есть он потерял вечную жизнь из-за того, что он согрешил то есть он нарушил обещания Божьи заветы Божьи и начал своевольно жить то есть из-за этого человек потерял вечную жизнь там в Едеме который Бог создал для человека после этого все люди начали умирать это было проклятие от Бога когда человек съел плод тот, который был в Едемском саду человек стал смертным и после этого уже появился вот этот вопрос а в чем же смысл жизни и так, понимая несколько предпосылок первых, в которые мы верим с вами это первое, то, что мы смертны второй момент, то, что мы есть люди и третий момент, что мы созданы по образу Божьему дает нам возможность понимания того в чем же заключается смысл жизни интересно, что о смысле жизни размышлял самый мудрейший человек на Земле это Соломон в книге Экклесиаст он всю книгу посвятил смыслу жизни он начал анализировать в чем же заключается смысл жизни он начал размышлять и делать различные действия в своей жизни этот человек был неограничен у него были огромные богатства то есть он себя ни в чем не ограничивал нам людям свойственно себя во всем ограничивать потому что не все из нас миллионеры или миллиардеры не все из нас являются богатыми людьми но этот человек имел все в своей жизни и многие люди сегодня заключают смысл в жизни в богатстве то есть для многих людей стало богатство равноценно счастью и этот человек начал анализировать суть жизни и смысл жизни используя пример богатства этот человек начал делать все то что желали его глаза то есть хотелось ему много иметь жен у него было 800 жен очень большое огромное множество жен у него было хотелось ему пировать человек пировал каждый день сколько ему хотелось у человека была построена огромнейшая вилла то есть человек имел все то чего желают все любые люди этот человек также состоялся в жизни потому что у этого человека этот человек управлял всем государством то есть он и государство это одно потому что он лицо всей страны представьте себе какой масштаб то есть этот человек является является тем кто достиг всего в жизни то есть многим из нас мы понимаем многие из вас что у нас не будет таких достижений в жизни как у этого человека и тот же момент это самый мудрейший человек в мире представьте себе иметь такую глубокую мудрость такое глубокое понимание мира как он даже он был настолько популярен что с разных стран приезжали послушать его мудрость то есть как вам такая жизнь каждый из нас мечтает наверное иметь такую жизнь каждый из нас хочет быть похожими на этого человека но лично я хотел бы обладать его мудростью это очень великолепно обладать такой мудростью как этот человек и с другой стороны мы видим и так же этот человек жил в такой историческую эпоху в момент когда он даже не воевал то есть человек окружал полный мир всю его жизнь он жил в миру представьте себе такую ситуацию такую картину и этот человек задается смыслом жизни он начинает экспериментировать в чем же смысл жизни и как бы он ни старался по человеческим стандартам он не может найти смысла потому что он временен в любом случае он умрет и этот человек правда умер то есть сейчас в данный момент этого человека нет он умер и мы только знаем его из истории из-за того что он записан в Библии из-за того что он это реальная историческая фигура она записана в Библии и этот момент он когда он жил он задавался тем вопросом в чем же смысл моей жизни я ем пью гуляю ну хорошо а завтра что ну и завтра этим буду заниматься но есть ли в этом смысл и кажется что смысла никакого нет дальше этот человек начинает заниматься другими вопросами то есть он начинает пробовать себя реализовать в другом смысле жизни например он думает что государственная деятельность это и есть смысл жизни но он задается вопросом а кто же будет после меня то есть в любом случае я умру и после меня будет преемник и никто не знает какой преемник это будет будет ли это мудрый человек либо это будет человек который развалит всю его деятельность всю его работу которую он сделал за жизнь вот представляете какая дилемма то есть человек не находит себе места потому что он не знает что после него будет почему же важно вообще жизни заниматься тогда получается вот возникает вопрос если же мы 애конечные то в чем же смысл тогда жизни и тут вопрос самый ответ заключается в том что не нужно искать смысл жизни в конечном а нужно искать смысл жизни в вечном вот чем заключается ответ на это потому что чем бы вы сейчас в жизни не занимались все это конечно Все это закончится К примеру, вы успешный видеоблогер У вас много подписчиков У вас много просмотров Закончится ли это когда-то? Конечно, закончится, вы умрете Возможно, вас дальше будут смотреть А может, вас уже никто не будет никогда смотреть А может, когда вы умрете, ваш ютуб канал удалят Многие писатели, они себя увековечили в письменности Они записали себя Они вроде бы увековечили себя в истории Но мы видим такой интересный момент Что они хоть и увековечили себя в истории Они написали много книг Но что мы их знаем? Мы видели их, мы пожимали им руки Мы общались с ними Мы не знаем этих людей Они уже умрили И они уже в истории И вот возникает вопрос В чем же смысл жизни тогда? Я уже говорил в начале видео Что у нас есть определенные предпосылки, которые мы верим Если мы верим, что есть Бог Если мы верим, что мы есть люди Люди, которые созданы по образу Божьему Тогда нужно искать смысл жизни в Боге И ответ экклесиастов в книге Соломона Он записал в конце, что Бойся Бога и заповеди Его соблюдай Потому что это все для человека Представляете? То есть Соломон, он в конце книги Когда он все уже проанализировал Все то, что Смысл своей жизни Суть жизни То есть когда он все проанализировал Он понял, что все-таки В конечном он никогда не сможет найти смысла жизни Но он нашел смысл жизни в бесконечном То есть он нашел смысл жизни в Боге И поэтому, дорогие друзья Для того, чтобы нам найти этот смысл жизни Нам надо найти Бога Нам нужно приобрести отношения с Богом И когда мы имеем отношения с Богом Личные отношения с Богом То тогда мы понимаем смысл жизни Тогда мы не переживаем за завтрашний день Мы понимаем, что есть вечная жизнь Потому что Бог, Иисус Христос Когда вот миссия Иисуса Христа Заключалась в том, что Когда Он пришел на землю Он умер за грехи всех людей То есть смотрите Вот что произошло в Эдеме Человечество потеряло рай То есть человечество потеряло вечную жизнь Там, в Эдеме И после этого Иисус Христос пришел для того Чтобы каждый из нас имел этот выбор Чтобы каждый из нас мог в любой момент покаяться Принять Бога И иметь эту вечную жизнь Вот в чем миссия Иисуса Христа была Восстановить этот потерянный рай Убрать гнев Божий И восстановить этот потерянный рай И может только приобрести спасение тот человек От вечной погибели от ада Потому что мы с вами грешные люди Благодаря только тому Что если мы с вами покаемся И приобретем Бога Вот в чем смысл жизни То есть в первую очередь Самое важное в жизни Принять решение Это то Осознать свою полную греховность Что мы грешники О этом Библия говорит постоянно Второй момент Нам осознать нужно Кто такой Бог Бог Это вечный дух Который имеет в себе три лица Это Отца, Сына и Духа и Святого Уверовать в то, что Бог является Творцом неба и земли Творцом нашим Это важный момент Нужно в третий момент Нужно в третий момент понимать Кто такой Иисус Христос Что Иисус Христос Является Богом и Человеком Который Пришел в этот мир Через непорочное зачатие Который не имел Никакого греха И он умер И воскрес для того Чтобы любой грешник Имел оправдание Пред Богом То есть любой человек Который попросит у Бога прощения У Иисуса Христа Попросит прощения Своих грехов Он наследует жизнь вечную Это обещание от Бога И в христианстве Суть дальше Заключается в том Что жить правильно И свято пред очами Божьими Учиться Исполнять Его заповеди Это будет нелегко Но жизнь Уже тогда Приобретает смысл Тогда смысл жизни Приобретается тогда Когда вы приняли Бога Как Отца Как Спасителя Как Учителя Поэтому Дорогие друзья Очень важно Сегодня Вот в данный момент В эту минуту Принять решение Чем Принять решение Хотите вы иметь смысл жизни Он есть только в Боге Не хотите иметь смысл жизни Хотите жить как все Живите Но это иллюзия Реальность заключается в том Что Бог существует Сегодня Он повелевает Всем людям Всем нациям Покаяться Если человек кается Просит прощения у Бога И если он Меняет свой образ жизни Благодаря покаянию Только человек Может поменять свой образ жизни Если он Раскаялся В своих поступках И Просит у Бога помощи Измениться Стать лучше Стать Вести себя по Божьей Бог обязательно Всегда поможет Я на своей практике Это испытал в своей жизни И другие мои знакомые Они Испытали это в своей жизни Те, кто люди покаялись Приняли Бога Мы счастливы Мы счастливые люди Наша жизнь В любой день может оборваться Дорогие друзья Это не значит Что мы сегодня Идеальными стали Из-за того Что мы покаялись Мы идеальные люди У нас нет никакого греха Мы до сих пор Делаем плохие поступки Но Когда мы приобрели Личные отношения с Богом Бог Прощает наши грехи Он меняет нас И мы хотим изменяться Ради Господа Мы хотим жить правильно и свято Поэтому Дорогой друг Если ты хочешь Чтобы твоя жизнь Имела реальный смысл Сегодня Покайся Приди Зайди в свою комнату Помолись Богу Прими Бога Свою жизнь И Тогда Ты приобретешь Истинный смысл жизни С вами был Игорь Коваленко Если вам было Интересно Это видео О том Что является Смысл жизни Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал И дальше мы будем Говорить о других Тематиках Очень важных И также Я вам рекомендую Очень Почитайте книгу Клесиаст Проанализируйте Почитайте Библию Потому что Но многие люди Сегодня вообще боятся Даже открыть Библию Хотя Библия Считается Самая Читаемая книга В мире Поэтому Прочитайте Библию От начала до конца Просто даже для себя Для своей души Сделайте это С вами был Игорь Коваленко Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok